В эфире новости ТВК и прямо сейчас традиционная рубрика «Экология», в которой мы каждую неделю анализируем качество воздуха. В студии моя коллега Алена Крашенинникова. Алена, что сейчас с воздухом в городе? Оля, ну к вечеру поднялся ветер, стало значительно легче дышать, но, как было сказано, режим неблагоприятных метеоусловий уже был снят. Так вот, по данным Красноярск-Небо квартала, сейчас, вот посмотрите, примеси как раз пытаются рассеяться. Почти все мордашки показывают небольшое загрязнение. Единственное, где чисто, это на улице Сверловской. Там воздух свежий. Ну и подробно о том, чем мы дышали на протяжении недели, по информации гидрометцентра, взвешенные вещества были обнаружены в Центральном, Ленинском и Советском районах. Их концентрация была превышена почти в полтора-два раза. Более мелкие частицы пыли и сажи, это тоже взвешенные вещества, зафиксировали посты Минприроды в Северном, Черемушкам и Солнечном. Солнечном превышение было почти в четыре раза. Ну а в период неблагоприятных метеоусловий, например, в субботу в воздухе Северного и Черемушках был обнаружен стирол. Вещество второго класса опасности, токсичное, превышение его было почти в полтора-два раза. Также в Солнечном обнаружили еще и сероводород, похудшее вещество, которого было выше положенного почти в пять раз. Отметить стоит и то, что красноярцы в режим неблагоприятных метеоусловий размещали невероятное количество фото и видео в социальных сетях. И даже называли эту неделю одной из самых грязных за последние месяцы. И действительно, скорость ветра была равна одному метру в секунду или вообще нулю. Поэтому примеси над городом не успевали рассеиваться. Но усугубило ситуацию и то, что не все предприятия снизили выбросы в срок, как того требовал режим. К сожалению, 19 предприятий при объявлении метеоусловий, последних метеоусловий, также не представили отчеты в министерство. Это является административным правонарушением, поэтому все материалы переданы в отдел административной деятельности министерства в отношении региональных предпринимателей и в отношении тех предприятий, которые подчиняются федеральному надзору. Материалы направлены к природоохранному прокурору и Росприводнадзору. К слову, от бездействия предприятий к действию перешли сами люди. Вот, например, наша коллега Василиса Лукашевич, которая сейчас живет в Пекине, запустила в Красноярске продажу масок. Об этом она написала в социальных сетях, и люди стали этим очень активно интересоваться. А красноярцы даже попытались пропылесосить воздух и присылали нам вот такие результаты. Ну, я думаю, в комментариях они не нуждаются. А некоторые инициативные жители пошли еще дальше. Так молодая мама Татьяна решила, что не хочет ждать митинга до 12 апреля, а хочет бороться за чистый воздух прямо сейчас. Причем согласовывать свой пикет она не собирается, и вот почему. Я понимаю, чем мне это грозит. Я понимаю всю административную ответственность, я понимаю законодательство, но я тоже понимаю, что официально именно в этом месте, именно в этот день мне никто никогда этого не согласует. К слову, митинг в сети набрал уже большую популярность. Люди активно делают репосты и собираются бороться за чистый воздух. Но я еще раз отмечу, что акция эта не санкционирована. Это значит, что организатору такого митинга грозит штраф и даже арест. Ну, а если вы заметили дымку над городом или почувствовали неприятный запах, то вы можете обращаться на горячую линию Министерства природы по номеру 21 21 706. К слову, на этой неделе туда поступило целых 215 звонков, и эколаборатория выезжала во все районы 16 раз. Ну, а о том, чем мы дышали на этой неделе, расскажем уже в следующий вторник. Оля. Спасибо, это была Алена Крашенникова и рубрика «Экология».